Больше года назад наш телеканал освещал трудности, с которыми приходится сталкиваться с жителем села Большая Орешевка. Изношенный мост, плохие дороги и старые коммуникации. Неразрешимых проблем целая связка. Казалось бы, за год некоторые из наиболее острых вопросов могли бы быть решены. Однако местные власти, по словам людей, так ничего и не предприняли, а проблем стало только больше. Патимат Ханапова расскажет подробности. Посмотрите на этот мост. Я уже не знаю, сколько лет жители села бьются, требуют, просят, чтобы этот мост восстановили. Вот посмотрите на эти сваи. Сегодня, завтра эти сваи упадут. Этот мост связывает два населенных пункта – Большую Орешевку и Макаровскую. О его аварийном состоянии прошлой зимой делал сюжет мой коллега. Сейчас мост преобразился, только вот в худшую сторону. Если раньше проехать по нему, хоть и кое-как, но все же удавалось, то теперь даже ногой ступить страшно. Маршрутка не может ездить по этому мосту. Ученики каждый день должны ездить в школу, туда-обратно. Она, вот ту дорогу видите, который примитивный мост, по этому мосту она застревает, она не может ездить. Сюда, до сюда привозят маршрутку детей. Они отсюда идут пешком во время дождя и грязи, снега тоже. А сколько километров отсюда до школы? Отсюда до села уже еще два с половиной километра. То есть детям приходят два с половиной километра идти пешком, да. На 30 метрах дороги здесь повсюду торчащие ржавые прутья арматуры, которые вот-вот обвалятся. Сваи словно на соплях. А удручающую картину дополняют вот такие отвалившиеся бетонные плиты. Их здесь называют шутя-могильниками. По виду они действительно напоминают подобные, да и для некоторых животных оказываются в прямом смысле могилой. Каждый раз бараны падают, коровы падают. Этот мост, он препятствует переезду грузовых, сельскохозяйственных машин и перегон крупнорогатого скота, мелкорогатого скота. Население Большой Орешевки около 3000 человек. И только жители нескольких улиц имеют доступ к чистой воде. А все дело в том, что некогда выделенные на обновление водопроводных сетей средства ушли, по словам местных жителей, не по назначению. В 2009 году в рамках республиканской инвестиционной программы на замену коммуникаций по бумагам было потрачено более 33 миллионов рублей. Однако, ввоз, как говорится, и ныне там. Вот был проведен водопровод, выписаны были колоссальные деньги. На эти деньги можно было действительно взять три водопровода поставить. Все материалы, которые были закуплены и запущены на вот этот водопровод, были самые дешевые, которые возможно было только закупить. По самой низкой цене их закупили. Вот даже посмотрите, вот этот лист элементарно. Даже он по госту не проходит. Этот колодец тоже, его даже, если просто прыгнуть, он должен быть армирован. Арматуры в нем нет, абсолютно нет. Некоторые улицы и вовсе обезвоженные, пока большинство жителей подключены к старым сетям. Новые оказались вовсе непригодны. Трубы прорвало, вода стала загрязняться. Мы обратились в администрацию Кизлярского района, чтобы узнать, как возможно решить эту проблему. Ответ был неутешительный. Коротко, ждать придется еще немало. Какие-то действия предпринять, действия предпринять в отношении этой водопроводной линии, нужно, во-первых, произвести инвентаризацию, в каком она состоянии. Второе, сделать акт дефектный. И третье, составить смет. Мы рассказали о двух самых важных проблемах Большой Орешевки. Однако, это далеко не все. Здесь и плохие дороги, и состояние фельдшерско-акушерского пункта оставляют желать лучшего. Но пока жители просят власти решить хотя бы самую насущную проблему с мостами и с водой. Ватимат Хаянапова, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов, Новости, ННТ, Кизлярский район.